МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вторник, 5 апреля. На календаре в эфире ПАДИ и на телеканале ЛОТЫ в студии Юлия Бетимирова. Сегодня в нашем выпуске. В Северодонецке состоялось экстренное заседание региональной комиссии по вопросам техногенной, экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Новый бизнес главного бандита ЛНР. Как сообщает прислужба Луганской благосадминистрации, боевики обстреляли на Возвановку и станицу Луганскую. Есть погибшие и раненые. 4 апреля боевики возобновили огневую агрессию на подконтрольную Украине территорию. С 21 часа до 24.00 террористы периодически обстреливали станицу Луганскую в районе нового моста и пешеходного перехода. Разрушений и пострадавших нет. Кроме того, в 13.10 незаконное вооруженное формирование обстреляли из минометов позиции украинских военных в районе поселков Новозвановка и Калийнова. В результате погиб военнослужащий 59-й бригады. Еще трое получили ранения. Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, цитата, «Террористы продолжают тотальное нарушение минских договоренностей, обстреливая населенные пункты на линии разграничения. Луганская областная военно-гражданская администрация обеспокоена таким усилением боевых действий в регионе и сообщает, что в случае дальнейшего обострения ситуации будут закрыты все пункты пропуска в области. Я неоднократно говорил, что для меня главное – это безопасность военных и мирных жителей». 4 апреля Луганск-ГАЗ прекратил подачу топлива стратегическим теплоснабжающим предприятиям области. Без тепла и горячей воды остались жители семи районов Луганщины. В связи с этим в Луганской военно-гражданской администрации состоялось экстренное совещание. 4 апреля Луганск-ГАЗ прекратил подачу топлива стратегическим теплоснабжающим предприятиям области. Без тепла и горячей воды остались жители семи районов Луганщины. Военно-гражданскую администрацию газовщик поставил перед фактом. Региональная власть отреагировала оперативно, уведомив администрацию президента и созвав экстренное заседание комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей газа и теплоснабжающих предприятий. В цих умовах існує ціла низка законодавчих акцій України, які регулюють особливості діяльності суб'єктів господарювання, від яких залежить життєдіяльність території, і чітко визначено формат їхньої роботи в умовах надзвичайної ситуації. Не дивлячись на це, відключено постачання газу, що за собою тягне зниження температури, холод в лікарнях, школах, будинках мешканців, що в свою чергу спричиняє і так складну соціальну ситуацію в регіоні, яка визнана за експертним визнаком міністерства, як сьогодні надзвичайно державного рівня. Як звісно, НАК «Нафтогаз України» заключає прямі договори з підприємами теплоснабження на ліміт і топливу і розчет за потріблений газ. Однак, по состоянию на 1 апреля, ні одно теплокоммуненерго Луганщини не продлило договор о поставках природного газу до конца топітельного сезона. Правові відношення «Нафтогаза» з тепловиками закінчились ще в прошлый четверг, 31 марта. Необходимі документи направлені в Київ, однак, відповідно від «Нафтогаза» нет. Два суб'єкта господарювання з'ясовують свої бізнесові стосунки між собою в умовах, коли на території Луганської області розпорядженням Кабінету міністрів 47-2015 року січня місяця визнана надзвичайна ситуація державного рівня, яка за експортно-висником Міністерства з надзвичайних ситуацій класифікується як соціального характеру. «Проблеми суб'єктов хозяйственной деятельності не должны волновать потребителей газа», говорит Елизавета Пушко-Цибуляк. Решення екстренной комісії – обязателю ГАНСГАЗ, как посредника, между недоговорившимися сторонами немедленно возобновити газоснабження области. В противном случае виновні лица будут наказаны. Валентин Сычев, Іван Царевський, Падії. За первых два месяца нынешнього года поступления в общий фонд местных бюджетов выросли почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,9 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. «Местные власти уже почувствовали результаты важной для страны децентрализации в виде роста доходов местных бюджетов. Это деньги, которые они направят на развитие собственной инфраструктуры, строительных, образовательных и медицинских проектов. Это деньги, которые дают финансовую независимость». О 1 мая в Украине вступает в силу новый закон о государственной службе. Назначения на должности проведут после рассмотрения квалификационной комиссии, результатов тестирования кандидатов и собеседования с ними. Об этом на брифинге рассказал начальник Межрегионального управления Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в Донецкой и Луганской областях Денис Рыбальченко. 10 грудня 2015 года Верховная Рада Украины приняла новую редакцию законов Украины про государственную службу, тем самым поклавши начало реформирование государственной службы в Украине. Главными приоритетами реформы есть построение профессиональной, некоррумпированной, престижной, зарантированной на потребы граждан государственной службы, отделение политики от администрации, запровождение компетентностной модели управления людскими ресурсами, гармонизация государственной службы и службы в органах местного самоверядувания, установление прозорой модели оплаты працы и карьерной мотивации государственных службовцев. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. И далее в выпуске вы узнаете о таком. Незаконный ЛНР решили составить реестр недвижимости. В Белокуракино стартовал областной футбольный сезон 2016-го. В Луганской псевдореспублике начали заставлять оформлять очередные бумажки, технические паспорта на недвижимое имущество. Незаконный ЛНР запретили проводить обмен валют на улице и без спецразрешения. За нарушение комендантского часа в оккупированном Луганске забирают в камеру и снимают отпечатки пальцев. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Незаконный ЛНР начали выдавать технические паспорта на недвижимое имущество. Выдают бумажки согласно приказу псевдоминистерства юстиции ЛНР. Для этого даже ввели специальный бланк технического паспорта на объект недвижимого имущества. Об этом пишет информатор. Правда, бумажки со специальным бланком или без него так нигде и не кодируются. Люди это понимают и не спешат что-то переоформлять. Но, чтобы создать ажиотаж, чиновники-сепаратисты пугают жителей оккупированной территории. Говорят, что тех, кто проигнорирует данные о нововведении оккупантов или не явится за подтверждением прав собственности, ожидает национализация имущества. Так боевики зарабатывают деньги на простых людях. За оформление имущества населению придется выплатить круглую сумму. За неоформление будут вынуждены подарить свое недвижимое главарю боевиков Плотницкому. У Венедиктовича новый бизнес. Незаконный ЛНР запретили проводить обмен валют на улице и без спецразрешения. Сборище министров-сепаратистов утвердило новый порядок ведения хозяйственной деятельности, который осуществляет валютно-обменные операции и денежные переводы. Об этом пишет «Неделя». Специальное разрешение выдается по заявлению субъекта хозяйствования и к нему прилагаются копия свидетельства о регистрации юридического лица, физлица предпринимателя, копии договора аренды или документов, что подтверждает право собственности на помещение и документ, который подтверждает внесение платы за специальное разрешение. Конечно, за все это нужно заплатить в незаконные органы ЛНР. Плата за спецразрешение установлена в размере 50 тысяч рублей в квартал. Его выдают только на один год. В общем, все прописано и сделано для того, чтобы одни люди не могли этим заниматься, другие оплачивали за денежные переводы и обмен за облачный процент, который мог бы покрыть сотни тысяч рублей за разрешение. А вот главарь боевиков Плотницкий потом всех обрадует открытием своей сети обменников. Недосиловики Луганской псевдореспублики продолжают издеваться над нарушителями комендантского часа. Незаконное подразделение террористической организации ЛНР запугивает местное население, которое проживает на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом пишет News.ua. Как сообщает сепаратистская прислужба самозванного ведомства, в оккупированном Луганске продолжается акция под названием «Вечерний город». Цель акции – поимка нарушителей комендантского часа. Они забирают людей с улицы, отвозят в отделы ненародной милиции, там их фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Домой в этот день люди попасть уже не смогут, как минимум сутки их продержат в камере. Не исключено физическое насилие. Нет закона на оккупированной боевиками территории. В Белокуракино стартовал областной футбольный сезон 2016-го. В день открытия четыре команды из Новобскова, Белокуракина, Беловодска и Марковки прошли испытания проливным дождем и порывистым ветром. Однако экстремальная погода не помешала показать хорошую игру. После жеребьевки четыре команды разделили на две группы. Они сыграли между собой, а победители сразились в финале за первое место. Команды Новобскова и Марковки стали лучшими. Они боролись за победу. Несмотря на экстремальные погодные условия, голевых ситуаций было много. Игра прошла с незначительным преимуществом футболистов из Новобскова. И как итог они заняли первое место, а команда Марковки – второе. Мы должны всегда быть на первом месте. Это наш принцип, наша жизнь. Ну, стараемся, всегда стремимся к этому. Команда молодая. У нас все только начинается, поэтому все впереди. Вы сами видели все, что происходило на поле. Было тяжело. Победители и лучшие игроки награждены кубками и грамотами футбольного турнира. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, ПАДИИ. И в завершении выпуска о погоде на 6 апреля. В Луганской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3 плюс 2. Днем 12-17 градусов тепла. В Северодонецке температура воздуха ночью 0 плюс 2. Днем 14-16 градусов тепла. В Луганске температура воздуха ночью 0 плюс 2. Днем 15-17 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOTLGA и в новостях Радио Пульс. Оставайтесь на нашем канале и увидимся через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова